Синбернар, порода не из маленьких. Это сильные от природы псы, которые при желании могут свалить с ног даже взрослого и накачанного мужчину. Но вот беда, та же самая природа наградила их большим, добрым и доверчивым сердцем. Они любят человека всей душой, и это у них в крови. К сожалению, преступники и живодеры могут воспользоваться этим и причинить собаке зло. Так произошло и в нашей сегодняшней истории. Все началось с того, что соседи одного из разрушенных домов в Детройте стали слышать долгий протяжный вой по ночам. Этот дом обладал недоброй славой. Злые люди привозили туда щенков и маленьких котят, бросали их через разбитые окна внутрь и уходили, довольные собой. Соседи вызвали специалистов по контролю над животными, но спасти заключенного внутри пса оказалось не так-то просто. Дело в том, что собака находилась в глубокой яме, где не было ни лестниц, ни ступенек. Синбернар не мог выбраться наружу и только печально выл, оставленный на произвол судьбы без еды и воды. Когда один из офицеров с помощью товарища спустился вниз, напуганный и истощенный пес не то что не выказал агрессии, но наоборот, поставил лапы на плечи мужчине и обнял его. В глазах животного стояли слезы. Кто сотворил такое с собакой, неизвестно. Когда Синбернара привезли в больницу, врачи могли пересчитать все его кости и ребра. Он явно провел в яме не один день и даже не неделю. Подумайте только, пес весил 18 килограмм, тогда как обычный вес собаки этой породы составляет от 80 до 105 килограмм. Это в пятеро меньше нормы, еще немного, и питомца не стало бы. Животному срочно прописали поддерживающее лечение. Капельницы, лекарства, таблетки и бедняга постепенно стала жевать. Кстати, на шее у собаки оказался ошейник. Это значит, что у него были хозяева. Пес был так благодарен, что люди нашли и спасли его, рассказывает один из ветеринаров. Этот замечательный мальчик обнимал нас всех и радостно лаял. Мы старались кормить его потихоньку, чтобы сразу не сорвать желудок. Ведь в той яме, куда его сбросили, не было никакой еды, кроме древесных щепок, которые он и пытался есть. Наконец, Синбернару стало значительно лучше. За защитная группа поместила его фотографию на страницу в Фейсбук, чтобы найти его возможных хозяев. И чудо случилось. Фото Бентли, именно так, как оказалось, звали собачку, увидела семья, которая вырастила его из маленького щенка. Синбернар потерялся еще на Пасху. Эти люди целый месяц искали его по всему городу. Какова же была их радость, когда они увидели в интернете своего питомца, которого уже отчаялись найти. Надо было видеть эту встречу. Не понадобились никакие бумаги или доказательства, чтобы понять, это именно те самые, любимые и любящие люди. Впрочем, пришедшие девушки знали каждую деталь, каждую особенность своей собаки, вплоть до маленького шрама на ухе. Увидев питомца, этого маленького ходячего скелета с огромными печальными и одновременно радостными глазами, они не сдерживали эмоций. Их вновь обретенное пушистое счастье было обильно полито слезным дождем. Что ж, впереди у Бентли, долгие дни восстановления под присмотром родных людей. А мы можем только пожелать ему счастья и крепкого-крепкого здоровья, чтобы такие истории больше с ним не происходили никогда.